Привет, друзья! Я Ольга Блабанова, вышивающий художник, и сегодня я хотела бы поговорить о том, какой смысл мастера вкладывают в своих кукол. Я не могу, конечно, говорить за всех, могу только на своём примере и на примере конкретной куклы рассказать, почему они рождаются именно такими. Возьмём, например, Дон Кихота. Это заказ. И очень часто, когда кто-то хочет заказать куклу для себя или в подарок, обычно на моё усмотрение оставляют, как будет складываться этот образ. В данном случае мы рассматривали, что обязательно должны быть латы, то есть кираса, и обязательно должен быть шлем. Чем популярен такой формат кукол-малышей? Их можно положить в сумку, в рюкзак, в объёмный карман, даже за пазуху. И взять с собой куда угодно. Возникает, конечно, вопрос. А зачем девочки вообще с собой кукол берут? Большие девочки. А мы не наигрались ещё. Вот серьёзно. Почему бы сейчас не поиграть в кукол? Это уже не пупсики, белокудрые какие-то, катеньки и машеньки. А это куклы. Они интеллектуальные. С ними-то ещё интереснее. А на самом деле мальчики ведь тоже играют. Очень часто мужчины заказывают у меня кукол в образах Достоевского, Толстого, Кавка, Хомингуэй, Чехов. Ну, это так, небольшое отступление. А то вы подумайте, я вам тут рассказываю вообще, куда можно брать с собой такие куколки. Поиграть. Просто поиграть. И знаете, как с такими куклами классно завязывается общение в незнакомых местах, когда находятся собеседники, которые могут с тобой поговорить о литературе, об искусстве. И это же очень здорово, когда люди видят у тебя в руках куклу определённую и находятся интересные собеседники. Кто-то ходит с ними на выставки, в театры, кто-то берёт с собой в кафе, возят их по разным странам, поднимаются с ними в горы, ходят в морские путешествия, очень часто присылают мне оттуда приветы, мне бывает приятно. И как раз имеет большое значение, кто с вами поедет. Естественно, мы берём с удовольствием своего любимого персонажа, или писателя, или художника, или поэта. В данном случае Дон Кихот будет путешествовать, наверное, со своей прекрасной дамой. Так что же такое Дон Кихот? Рыцарь печального образа – это первое, что приходит на ум. Романтичный мужчина, уже немолодой, который много-много лет любит свою Дольсинею, свою прекрасную даму, но по рыцарским законам он может её любить, он может ей восторгаться, поклоняться, он может ради неё совершать подвиги, но он никогда не посягнёт на её свободу. То есть эта дама, она могла быть даже замужем. А рыцарь, то есть он где-то странствовал по свету, и ради неё совершал какие-то хорошие поступки во имя прекрасной дамы. Согласитесь, что это здорово вообще, когда рядом есть такой мужчина, который тебя боготворит, прославляет в своих песнях и балладах, и при этом ещё ничего не требует взамен. Мечта, а не мужчина. И вот в данном случае, что мне захотелось вложить в этого Дон Кихота? Я пересмотрела множество каких-то иллюстраций. Скажу честно, что вот образ именно этой куклы я брала, вдохновившись фотографией Фёдора Шаляпина, где он в роли Дон Кихота в опере. И практически во всех иллюстрациях на Дон Кихоте какая-то нижняя рубаха, на неё надевается вот эта вот кираса. Я сделала ему такой воротник, как изображён у Мигеля Сервантеса, писателя, который написал Дон Кихота. Вы, наверное, видели его портрет в книжках. Ну, он же Дон всё-таки. Не важно, что он где-то там мог потрепаться в боях с ветряными мельницами. Всё равно он Дон. Поэтому в данном случае он у меня ещё совсем не потрёпанный. Он только собирается идти и совершать какие-то подвиги. Поэтому он такой нарядный. Ну, естественно, что-то приближённое к одежде того времени. Вот эти шаровары, какие-то чулки, ботинки. Хотя, наверное, Дон Кихот был скорее в сапогах, потому что он же на лошади ездил. Но, тем не менее, в целом, по образу, мне показалось, это будет так очень уместно сделать. И получилось у меня из парчи сделать такой шлем. Как бы нечто среднее. И шлем, и шляпа. Вот. И он такой трогательный получился. Его хочется обнимать и вообще никогда с ним не расставаться. Ну, и, естественно, я пришила ему такое сердце, которое снаружи. То есть это открытое сердце. Сразу видно, что он из себя представляет. Ну, вот, примерно я вам рассказала, какие смыслы мы вкладываем в куклы. Это только один из образов. А у меня их очень много. Если вам интересно, пишите в комментариях. Я постараюсь рассказывать про каждого нового героя, который у меня рождается. Очень буду рада, если вы тоже поделитесь своими соображениями, как вы находите образ для куклы, почему он вам откликается, и какие художественные решения вы находите для одежды, для главных уборов, ну, вообще для образа в целом. Мне тоже будет интересно почитать ваши комментарии. И подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, ссылочку я оставлю ниже. Я надеюсь, дальше будет тоже очень интересно. Моя туль зимея, Твой рыцарь скачет во весь опор, Сидеют злодеи, Лишь только увидев мой грозный взор, Гремят по земле рассинанда подковы, Блестит моя добрая сталь, Ради милого взгляда, доброго слова, Разрушить весь мир не жаль.